Форум Армия Создатели, например, боевых роботов предлагают конкретные изделия под решение прикладных задач На форуме у нас было представлено порядка 26 тысяч предприятий и свое участие приняло более 200 тысяч предприятий и организаций промышленности Могу сказать, что суммарная посещаемость форума превысила 1 миллион человек Мы достигли того результата, к которому мы стремились, мы его получили 155 мероприятий научно-деловой программы на своей площадке Только 2,5 тысячи гостей с высшей квалификационной подготовкой, имеющей докторскую степень и выше Также наши мероприятия научно-деловой программы пользовались огромным спросом у наших иностранных гостей Которых в этом году суммарно у нас 118 стран А также было развернуто еще 84 экспозиции из 18 стран мира В ходе форума заключен 31 государственный контракт на общую сумму более 137 миллиардов рублей Новинками этого года стали сразу несколько решений для инженерных войск России Среди них краны-манипуляторы, новые средства разминирования, в том числе роботизированные, а также решения для охранения Кран-манипулятор военного назначения КМВ-20К имеет больший грузовой момент, чем предыдущая ее машина КМВ-10 Данная машина на следующий день начала цикл испытания Буквально на выставку она пришла с ходовых испытаний из Бронец, где она успешно эти испытания прошла А в начале года планируется принятие на снабжение Показатели КМВ-20К намного превышают показатели других кран-манипуляторных установок с такими грузовыми моментами Полный вылет 12 метров, высота подъема 15 метров, максимальная грузоподъемность 7,2 тонны Впервые на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представлена универсальная бронированная инженерная дорожная машина «Убим» Машина предназначена для проделывания проходов в каменных и лесных завалах, подотвовки, путей движения и маневра войск Машина выполнена на базе узлов и агрегатов танка Т-72 и Т-90 На машине в качестве рабочего оборудования установлен бульдозерный отвал, позволяющий использовать ее в путепрокладочном, грейдерном и бульдозерном положениях Экскаваторное оборудование с экскаваторным ковшом захвата клещевого типа, позволяющее не только отрывать траншеи, но и работать в качестве зуборышек С 2020 года машина должна поступить на вооружение инженерных войск и заменить в войсках устаревшие путепрокладчики серии БАТ и инженерные машины разграждения Для размещения экипажа, состоящего из двух человек и расчета саперов, на машине размещена бронированная рубка Для выполнения задач по поражению низколетящей цели и самообороны, на машине установлен боевой модуль, включающий пулемет калибра 12,7 мм В настоящее время машина проходит предварительные испытания По нашему мнению, отдельные показатели будут соответствовать лучшим показателям зарубежных аналогичных машин А по ряду показателей машина будет их превосходить На форуме «Армия-2018» завод «Микрон» выставляет шаттловую автоматическую систему хранения продуктов Преимущество наших изделий шаттловой системы – это возможность интеграции с ОМС-системами Более быстрая возможность обработки хранящейся продукции на объекте из-за высоких скоростей перемещения А также высокая емкость аккумулятора Ну а также система безопасности, которая исключает какие-то повреждения перемещаемого продукта Самое наше главное конкурентное преимущество – это программное обеспечение, которое разработано специалистами компании «Микрон» Без каких-то зарубежных помощников полностью все свое Рассифицировать ничего не надо, все наше Мы не ограничиваемся какой-то одной платформой программной Разрабатываем как под систему на базе Windows, так и мобильные приложения Программное обеспечение, которое мы разрабатываем, сориентировано на такое новое направление, как индустрия 4.0 Это означает, что оператор склада, целого большого автоматизированного склада Может, сидя в отдалении от самого склада, им эффективно управлять Вся задача управления складом сводится к нажатию буквально одной кнопки Оператор просто говорит складу, куда нужно спозиционировать товар Здесь на выставке «Армия-2018» наша компания «Аркон» представляет строительный 3D-принтер, который мы назвали «Бетонатор» Здесь мы представляем две единицы оборудования Это «Бетонатор 1.0», построенный по портальной схеме или же стационарный 3D-принтер А также «Бетонатор 2.0», который представляет собой мобильный автоматизированный комплекс Который может производить печать или строительство в удаленных точках Кстати, может быть востребован и для применения в вооруженных силах В частности, для строительства фортификационных сооружений А также быстрого возведения жилья, например, для восстановления после стихийных бедствий или военных действий Мы полностью разработали этот продукт на основе российского программного обеспечения и комплектующих И основная особенность данной технологии в том, что она позволяет экономить время, рабочую силу И, в конце концов, значительное количество денежных средств Таким образом превращая строительство в более простой, оцифрованный процесс Премьеры выставки в сфере автобронетехники созданы с учетом опыта боевых действий в Сирии Отмечается установка на скорость, мобильность и огневую мощь, которые так необходимы в современных локальных конфликтах При этом создаваемые образцы вооружений и техники унифицированы с уже существующими боеприпасами, которые производятся серийно В этом году мы представили на форуме «Армия-2018» упрощенную версию машины, сделанную на базе Тайфуна ВДВ Для других подразделений Министерства обороны Российской Федерации В частности, вы видите, что гидропневматическая подвеска была запенена пружинной Также мы исключили систему видеообзора и упростили некоторые подсистемы, в том числе электронные системы В остальном, это та же самая машина, которую мы видели в прошлом году Данная машина сделана в безрамном исполнении, она корпусная Что позволило нам снизить общую массу автомобиля, общие габариты и центр массы Что хорошо влияет на проходимость и на грузоподъемность автомобиля Внутри машины можно разместить 8 человек десанта, а также различные оборудования, которые входят в возимые имущества в составе подразделения Автомобиль 53949 практически унифицирован по всем узлам и агрегатам с автомобилем 4386 Но самое главное его отличие, то что он сделан на раме И это позволяет кроме этого 10-местного модуля размещать на раме этого автомобиля различные другие модули Автомобиль позволяет обеспечить эвакуацию раненых из опасных районов в защищенном объеме Во время эвакуации раненых также санитар может оказывать им первую медицинскую помощь Автомобиль расположен на базовом шасси 53949 и сверху установлен медицинский модуль Для сохранения жизни раненых крайне важно обеспечить их эвакуацию квалифицированной медицинской помощи В течение так называемого золотого часа Это в разы увеличивает шансы на выживание раненых В данном автомобиле могут быть размещены 2 раненых в носилках, а также 3 раненых в сидячем положении А также фельдшер, который будет оказывать им помощь до попадания в пункт оказания медицинской помощи Добрый день, армия 2018 Представляем сегодня натурный образец КНРО СЕЛЬ Комплекс неоправляемого ракетного оружия Представляет из себя шасси В данном случае это автомобиль УАЗ Карго Автомобиль позволяет нам установить на данное изделие пусковую установку Которая из себя представляет следующее Это опорно-поворотное устройство Возможное вращение 360 градусов При условии угла подъема от минус 5 до 55 градусов Назначение данного изделия это поражение живой силы противника Это поражение легкобронированной техники При этом используется неуправляемая авиационная ракета 80-го калибра Данный образец имеет 4 модуля В каждом по 10 стволов В зависимости от боевой задачи и в зависимости от носителя От 10 до 40 стволов мы можем использовать при решении разных боевых задач Также стоит отметить, что ракеты калибра 80 мм Используются любые, как боевые, как вспомогательные, световые Задача, которая вкладывается в данное изделие Это использовать данную установку в минимально короткое время То есть приехал, поразил, уехал Дальность осуществления пуска данного изделия до 6 км При этом количество сопровождающего персонала до 2 человек Достаточно для осуществления работы данной пусковой установки Данный концепт у нас подразумевает бронированный автомобиль С установкой на него комплекса ЗУ-223 И усилением дополнительно ракетными противовоздушной обороны типа ИГУА По сравнению с прошлым годом были произведены доработки То есть автомобиль теперь в этом году у нас уже сам входит Полностью проведены все работы, позволяющие передвигаться самостоятельно Также произведет дубляж системы управления в бронированную кабину В ходе модернизации установлен оптико-электронный комплекс Который позволяет производить наведение на цель, сопровождать ее Установлен стабилизатор, который позволяет вести огонь в движение Данная система является совершенствованием самой системы ЗУ-223 В данном случае основная проблема, которая была озвучена всеми пользователями этой системы Которой уже достаточно много лет Это ее малая подвижность То есть она фиксировалась на определенном месте И после нескольких залпов ее обнаружил противник и мог уничтожить То есть установив ее на самодвижущуюся платформу Мы получили систему, которая может разворачиваться в любом месте То есть быстрая скорость разворачивания, быстрая скорость перемещения Уменьшение количества людей в обслуживании В связи с этими вот предпоставленными и решенными задачами в данном комплексе Интерес большой проявляется со стороны Министерства обороны и иностранных заказчиков То есть в ходе здесь выставки люди к нам подходили, обращались, интересовались Войска ПВО получат новые зенитно-ракетные комплексы, которые заменят устаревшую технику Среди авиационных новинок модернизированные вертолеты Оснащенные новым вооружением и бортовыми системами Новой техники не показали Пока что речь идет лишь об обновлении серийных образцов Коботович Машна-Дельмана, входящая в холдинг высокоточные комплексы Представила новейший российский зенитно-ракетный комплекс «Сосна» Комплекс не имеет аналогов за рубежом и в Российской Федерации Комплекс полностью пассивен, не имеется ни одного активного средства радиоузлучения Комплекс практически невозможно обнаружить ни в процессе поиска целей, ни в процессе их уничтожения Другим основным достоинством комплекса является возможность работы на марше на скоростях 25-30 км Свободно сопровождая танковые колонны во время их боевой работы и переброса Ну и, естественно, комплекс может работать с позицией Система управления комплекса «Лазерная лучевая» Это позволило нам увеличить дальность работы по целям до их поражения до 10 км Снизить стоимость ракеты в ее производстве, так как мы отказались от головки наведения А также уменьшить вес самой ракеты до 42 кг вместе с контейнером После сброса ускорителя ракета разгоняется до 900 метров в секунду И, ориентируясь на луче лазера, летит к цели Наша лазерная лучевая система может обойти любые современные системы обнаружения таких подсвечивающих цель комплексов Немного о нашем носителе Здесь представлен комплекс на гусеничном шасси МТЛБ Это не единственное шасси, которое может использоваться 22 числа мы показали вариант комплекса на БТР-82А Также прорабатывались варианты установки на БМП-2, БМП-3 Которые будут основными для этой системы Комплекс успешно завершил государственные испытания По результатам переговоров с официальным представителем Министерства обороны Комплекс и вся работа в целом была оценена на отлично Надеюсь, что в скором времени после опытной эксплуатации мы пойдем в войска Хочу представить вам последнюю модификацию ночного охотника Модернизированный Ми-28МФ И я расскажу вкратце, чем же он отличается от модели Которую мы представляли год назад У нас здесь стоит новый пламенный мотор, более мощный Стоят новые углопостенесущие винта Больше скорость стала Новая вспомогательная силовая установка Российская, раньше была украинская А сейчас реализована программа импортозамещения Установлен стабилизатор увеличенной площади Улучшилась маневренность вертолета и его устойчивость Установлено, если вы можете посмотреть, новое пылезащитное устройство Мультициклонного типа Очищает воздух со степенью не менее 93% Вооружение Вертолет боевой, основная задача уничтожать танки Поэтому на этой модификации вертолета появилось новое вооружение Ракета «Атака» с лазерной системой наведения Ракета «Хризантема» с двухканальной системой управления Лазерная, радиолокационная Вертолет получил новые ракеты «Воздух-воздух» «Верба» Уже трехдиапазонные Но лучше в мире еще пока никто не придумал Данная модификация получила возможность применять бомбы Вместе с вооружением можно применять взрыво-пожаробезопасные топливные баки К новинкам относится также новая обзорно-прицельная станция Увеличенной дальности до 10 километров Станция обеспечивает поиск целей Лазерное дальнометрирование на дальности аж до 15 километров На вертолете реализована современная тенденция Аппаратура связи с беспилотными аппаратами Перед вами опытный образец вертолета Он сейчас проходит необходимый цикл испытаний Выставка сегодняшняя показала, что интерес к этой модификации У иностранных заказчиков стабильно высокий Вашему вниманию представляется беспилотный летательный аппарат в виде птицы Который предназначен для обеспечения ортологической обстановки на аэродромах А также ведения скрытой разведки Первая осуществляется за счет встроенного крика Запись трех соколов Сапсан, кречет, балабан Также в данной модели установлены две видеокамеры Что способствует ведению разведки в ближний край Данный аппарат поднимается до высоты порядка 1000 метров На высоте порядка 50-100 метров шума двигателя уже не слышно Здесь применяется электрический двигатель Поэтому он достаточно тихий При малой высоте порядка 100 метров Его не отличить от настоящей птицы По летным характеристикам показал себя достаточно неплохо Пугаются и животные, и птицы Крика именно даже не в полете Просто при воспроизведении звука То есть в принципе, я думаю, будет достаточно перспективная модель В плане и орнитологии, и ведения разведки Военно-морскому флоту предложили спасатель подводных лодок Российские дизелестроители представили свои компетенции По производству корабельных двигателей Морская часть армии 2018 премьерами не блистала Зато промышленность предложила ВМФ именно то, в чем он остро нуждался Спасательное судно, оно предназначено для спасения экипажа В первую очередь экипажей подводных лодок Этот проект, он специально был рассчитан на небольшой круг задач В первую очередь связанных с медициной То есть медицина, спасение экипажа, лечение экипажа Декомпрессионные процедуры Это была основная его цель И именно вокруг этого строилась вся компоновка судна И все механизмы, которые на нем находятся То есть он не рассчитан для того, чтобы поднимать сюда с глубины А именно рассчитан на то, чтобы быстро прийти в точку Найти подводную лодку Быстро выполнить процедуру по подъему И спасти максимально возможное количество экипажа Именно с этой подводной лодки А уже задачи, связанные с ее подъемом с грунта Они будут какому-то другому суду предназначены Открытое акционерное общество «Кингисепский завод» Было образовано в 2013 году Направление дизелей машин типа «Русский дизель» Второй тип дизелей, работа с которыми ведется на уровне ремонта А также сейчас уже на уровне изготовления первых образцов продукции Это изделия ранее производившихся «Звездой» Сготовление масловодоохладителей для большого типа дизельных машин Эжектора водостроенные Как стационарного, так и переносного исполнения Перед вами находится втулка русского дизеля Данное изделие не выпускалось нашей страной в течение 25 лет Сейчас ОКМЗ освоила выпуск данного изделия И является единственным в стране предприятием, которое это делает На данный момент нами практически полностью закрыт дефицит По заказам Министерства обороны и по заказам гражданской продукции Также здесь представлены секции выхлопного коллектора Мы единственные производители данной продукции на сегодняшний день в нашем государстве Здесь вы можете видеть вновь изготовленный блок двигателя 16 на 17 Также вы можете видеть компрессор ЭКПА 2 на 150 Данное изделие на территории нашего государства тоже не производилось порядка 25 лет Я обошел все стенды, которые здесь представлены Лично мне понравились новые достижения по линии средств обгружения и подавления беспилотных аппаратов Очень понравились стенды с новыми разработками стрелкового оружия Достижения наших оружейников, которые делают великолепные образцы именно стрелкового оружия А также системы подготовки и обучения Следующий форум армии состоится в 2020 году, пока у нас такие планы А в следующем году мы будем с вами проводить форум недели национальной безопасности совместно с Легами Хаиловыми Медиагруппа Мил Пресс присутствовала на армии в течение всех шести дней проведения форума Подготовка к работе на выставке началась более чем за полгода Первая эксклюзивная новость об экспозиции армии 2018 была опубликована еще в феврале Непосредственно в ходе самого мероприятия военные обозреватели Мил Пресс подготовили более ста материалов Это видео-комментарии первых лиц оборонных предприятий, фотогалерии, представленные на стендах продукции, а также новости с круглых столов С ними можно ознакомиться в тематическом разделе форума на сайте информагентства Военная РФ